Приветствую, уважаемые зрители. 12 сентября сегодня, 24 года. Журналист и социолог Игорь Яковенко на связи. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Начну я с информации короткой. Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Тут, Игорь Александрович, обсуждать особо нечего, просто хотел начать с хорошей новости. Да, я тоже поздравляю вооруженные силы Украины с очередным успехом. Ну, действительно, обсуждать нечего, можно только поднять большие пальцы вверх и, если есть желание, поаплодировать. Желание есть, аплодируем, безусловно, и дякую ему силу обороны Украины. А, дорогих зрителей, я приглашаю подписаться на YouTube-канал Игоря Яковенко и Telegram-канал Игоря Александровича. В описании есть ссылка, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Следующая новость от The Guardian. Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать трылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова источников в британском правительстве. Газета сообщила об этом в публикации, посвященной совместному визиту госсекретаря США Блинкина и главы МИД Великобритании Лэмми в Киев вчера, 11 сентября. Во время поездки они встретились с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить удары дальнобойным западным оружием по территории России. Издание добавляет также, что на использование ракет Украины, вероятно, введут ограничения, цитата, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак. Конец цитаты. Игорь Александрович, во-первых, опять красные линии, ну да бог с ними, но почему, во-первых, не публично, ну уже приехали в Киев, и Блинкин, и Лэмми, значит, повод был, почему это происходит не публично, а куларно, и второе, почему только про решение Великобритании идет речь, почему, где же решение США? Вы знаете, в целом эта ситуация, она требует действительно какого-то отдельного и детального обсуждения. Действительно, эти красные линии, они уже, что называется, достали, то они стираются, то они переносятся, то они перекрещиваются, ну то есть такая идет война красных линий. На самом деле, я вообще, откровенно говоря, выступаю за то, чтобы эти красные линии, они стали невидимыми, то есть за то, чтобы, так сказать, не публично как раз отменили этот запрет, и просто Украина начала использовать западное оружие по назначению, вот без всяких широковещательных заявлений, потому что все эти заявления, это, в общем, информация врага о намерениях. Я не очень понимаю, зачем это делать. Зачем предупреждать, что вот мы отменили, вот мы, значит, ввели ограничения. Еще меня очень удивляет, когда западные партнеры требуют у Украины объявить конкретно, по каким целям они собираются бить. Ну то есть, в принципе, в ходе кулуарных разговоров это возможно, но делать это публично, ну давайте еще вывесим официально, каждый раз, каждый день будем обновлять эти цели, ну чтобы враг успел подготовиться. С расписанием, с датами и временем. С расписанием, да, вот сегодня бьем по аэропорту, по военному аэродрому Энгельс-2. Значит, приготовьтесь, товарищи, соответственно, уберите свои самолеты, там еще что-то и так далее. Вот, а завтра мы будем бить по, значит, нефтехранилищу в Раменском. Тоже обратите на это внимание, примите соответствующие меры. Ну это, понимаете, это примерно так же, как, там, я не знаю, в боксерском поединке человек будет говорить, так, внимание, я сейчас наношу удар в печень. Внимание, еще раз предупреждаю, сейчас в печень. Ну, слушайте, ну так нельзя, это же действительно, и здесь меня поразило, вот, в ходе совещания в Рамштайне, когда президент Зеленский в очередной раз высказал свое пожелание отменить вот эти вот красные линии, отменить запрет на удар по глубине российской территории, на что глава Пентагона, Остин, сказал, что, а зачем вам это надо? Ведь они уже за этот год, год назад, кстати говоря, в сентябре прошлого года, Соединенные Штаты Америки передали Украине некоторое количество ракет Атакамс. И вот за этот год, с сентября прошлого года, поскольку был запрет, но, тем не менее, было понятно, что когда-нибудь запрет будет отменен. Как сказал глава Пентагона Остин, Россия уже отвела свои самолеты, убрала самолеты из тех пределов досягаемости этих ракет. Поэтому он говорит, ну а какой вам смысл? Уже же все убрали. Ну, это что вообще делается? Нарочно, что ли? Понимаете? То есть, ну, что касается вот этого разрешения, о котором говорит газета, то это же, это газета говорит. А на самом деле, действительно, ничего не было сказано. И, судя по всему, все-таки, поскольку западные партнеры, они между собой договариваются, судя по всему, все будет решаться на завтрашней встрече, значит, премьер-министр Великобритании и президент Соединенных Штатов Америки. Судя по всему, это так. Причем, это будет только обсуждаться. А что будет дальше, еще раз подчеркиваю, что в ходе этой встречи, значит, секретаря Блинкина и главы Министерства иностранных дел Великобритании, они как раз и попросили, потребовали, попросили, не знаю, тут что удобнее, какая форма приемлемая Украины, предоставить им подробный, подробный, подчеркиваю, перечень тех целей, по которым собирается бить Украину. Вообще, вот, я, конечно, дилетант и далеко-далеко не военный эксперт, но, как я понимаю, все-таки война – это дело живое. И, извините, эти цели меняются сегодня одни, завтра другие, как можно представить. То есть, это что, на каждый день цели должны представляться? И они что, должны опубликоваться еще в газетах? Ну, как это вообще все представляется? Я вообще перестаю понимать все, что в этой связи происходит. То есть, такое ощущение, что это все-таки игра в поддавки, в значительной степени. Опасения, постоянные разговоры о недопустимости эскалации, Это вот еще одна фишка, которая, на самом деле, является, ну, скажем так, таким проявителем этих, закрепителем этих, если, так сказать, старую фотографическую терминологию использовать, то это вот такой вот закрепитель этих красных линий. То есть, потому что, значит, не дай бог, чтобы случилась эскалация. Вот эскалация – это какое-то магическое слово, которое приводит в совершенно паническое состояние западных партнеров. Какая эскалация? Куда еще эскалация? Людей убивают каждый день. Путин стреляет, бьет ракетами, бьет, значит, беспилотниками по любой точке Украины. Куда, где, какая эскалация еще должна быть? Поэтому, мне кажется, что здесь, ну, я не знаю, возможно, смена, смена хозяина Белого дома, желательно, чтобы это была смена хозяина на хозяйку, что-то изменит. Тем более, что, в общем-то, там явно сменится команда и уйдет вот этот вот Салливан, который, судя по всему, является таким основным осторожником, основным человеком, который стремится избежать эскалации и постоянно чертит вокруг, так сказать, Путина красные линии. Не дай бог, кто-то их перешагнет. То есть, я думаю, что здесь, я надеюсь, что здесь произойдут какие-то перемены, потому что, ну, иначе эта война не закончится просто никогда, потому что Путин, с одной стороны, не может победить Украину и какую-то помощь в этом направлении Украине западные партнеры оказывают, а с другой стороны, ну, так, победить Путина Украина так не сможет при такой позиции западных партнеров. Да, согласование списков, это, конечно, вот многие военные эксперты говорят, что успех, внезапность Курской операции была обусловлена в том числе тем, что тишина информационная, Запад не был предупрежден и постфактум уже был осведомлен. Ну, конечно, конечно, потому что, на самом деле, даже если это все как-то говорится кулуарно, ну, все же течет. И не в смысле, не в гераклитовском смысле, а не в том смысле, как гераклит говорил, что все течет, все изменяется, а в самом таком противном шпионском смысле. То есть, все протекает. И, в общем-то, ну, действительно, ну, так нельзя. При этом, если говорить о какой-то бумаге, которая должна что-то обосновывать, то эту бумагу Белый дом Соединенных Штатов Америки задолжал Конгрессу. Потому что, когда Конгресс выделял вот этот 61 миллиард долларов, там было четко оговорено, что необходимо сделать какую-то концепцию, которая объясняет, а чего хотят Соединенные Штаты Америки в этой войне. То есть, эти 61 миллиард долларов даны, и вопрос зачем? То есть, ради чего? Ради достижения какой цели? И вот этого нет. И вот этого нет до сих пор. То есть, до сих пор внятно не было сказано, что, собственно говоря, хотят Соединенные Штаты Америки в этой войне. И вот когда вот эти позавчерашние дебаты, не случайно, несколько раз Трампу задавали вопрос, вы хотите победу Украины? Трамп так и не ответил. Трамп ответил в духе Григория Алексеевича Явлинского. Нет, я не хочу победы Украины, я хочу мира. А мира какого? Просто мира. Вот чтобы все остановилось, ну и понятное дело, что это мир, конечно, на оппозициях, на условиях Путина. Другого мира быть не может. Потому что мир на нормальных условиях, это Путин отводит свои войска с территории Украины. Все, и при этом наступает мир. Все остальное это невозможно. Просто тот вариант мира, который предлагает Путин, это значит, что Украина просто не существует. Но Украина почему-то с этим не согласна. Уважаемые зрители, попрошу вас нажать кнопку «Лайк нравится» прямо сейчас и в комментариях написать, где вы нас смотрите. Игорь Александрович, хочу с отсылкой к вашему проекту тоже, с проекта «Медиафрения», где вам за вредность молоко надо давать, то, что вы просматриваете все эти часы российской пропаганды. Но зрителю рекомендую к просмотру, а вас хочу спросить, что на повестке сейчас у пропагандистов? Как она меняется? Какая есть тенденция? Есть общий вектор. Общий вектор – это, несмотря на многочисленные заявления экспертов о том, что все, ядерный шантаж больше не используется, постоянный вектор ядерного шантажа. Вот только что один из так называемых российских интеллектуалов, господин Караганов, опубликовал некий текст, в котором он говорит, что надо обязательно ввести понятие превентивного ядерного удара. Он давно бредит этим. Он в прошлом году требовал нанести превентивный ядерный удар по Польше, по другим странам Центральной и Восточной Европы. Ну а сейчас он говорит о том, что любое, так сказать, удар по российской территории в обязательном порядке должен вызвать ответный ядерный удар. Об этом примерно, ну, Караганова я привел в качестве примера, потому что это как бы действительно один из тех людей, которых по какой-то ошибке природы считают интеллектуалами. Но, если уж говорить в целом, то это устойчивый тренд. Это и генерал-идиот Гурулев постоянно об этом говорит, что надо стереть лица земли ядерным ударом. В Великобритании у него почему-то вот его Англия очень, так сказать, у него фиксация на Англии. Он постоянно говорит, что ее надо уничтожить. Что у него там в детстве какие-то были проблемы или какие-то комплексы из подросткового периода. Но что-то у него там связано с Великобританией очень серьезное. Вот, ну и так далее. То есть это один очень устойчивый тренд, очень устойчивый. Ядерный удар, ядерный шантаж, так сказать, испепелить, ядерный пепель, там, значит, пролив имени Сталина. То есть, ну, это пролив между Мексикой и Канадой. Так, чтобы Соединенные Штаты Америки утонули. Это вот один тренд. Тренд номер два – это война телевизора с Z-пропагандистами. Это второй очень устойчивый тренд. Потому что, ну, тут есть простое объяснение. Дело в том, что все, что происходит в телевизоре, не связано с реальностью вообще никак. Там нет зацепления с реальностью. Там есть вот такие вот фантазмы, значит, ну, вроде вот испепеления Соединенных Штатов Америки, Великобритании и так далее. То есть там вообще зацепления с реальности нет никакой. Это просто вот люди болтают какие-то вещи, которые не имеют отношения к делу. А вот Z-пропаганда – это так называемые военкоры. Значит, это в основном все существует в Телеграме. Это Телеграм-каналы. Кстати, Телеграм-каналы российские на русском языке – это на 90 с лишним процентов Z-ны. То есть если YouTube… Вот здесь вот огромная разница между YouTube и Телеграмом. YouTube – это в основном преобладание, ну, скажем так, давайте грубо скажем. YouTube на стороне Украины, а Телеграм на стороне России. Вот так я бы водораздел такой сделал. Это вот, если взять топ-100 политического YouTube, то здесь доминируют, безусловно, сторонники Украины, противники Путина. Если взять топ-100 Телеграма, то здесь абсолютное доминирование сторонников Путина, вот эти Z-ники, в разной степени концентрации фашистской туманности. А как вы это объясняете, Великобритании, почему так произошло? Объясняю очень просто. Значит, ведь, ну, это вся вот эта вот история с невероятным вызовом существования вот этих цифровых платформ. И они по-разному устроены, по-разному регулируются. YouTube – это американская платформа, которая принадлежит американской компании, полностью подконтрольно, значит, американской юстиции. Это американская компания, просто четко, совершенно ясно позиционирующая себя, как компанию, которая принадлежит, значит, подконтрольно. То есть, это налоговый резидент Соединенных Штатов Америки, так, скажем, формально. Значит, и здесь, так сказать, здесь модерация, здесь, так сказать, вот какие-то, то есть, это не абсолютно, нельзя сказать, что это какая-то платформа, которая абсолютно без модерации. То есть, мы сталкиваемся, мы все в той или иной степени в YouTube работаем и сталкиваемся с ограничениями. И здесь, безусловно, вот эти вот пропагандистские, пропутинские каналы, они просто удаляются. Многие из них удаляются. Вот, удаляются не только они, удаляются и проукраинские каналы, но, ну, там есть правила, которые, так сказать, нельзя нарушать. И вот, ну, в основном, вот пропутинские каналы, они удаляются, удаляются за разжигание войны, там, в общем, короче говоря, здесь идет такая модерация. Что касается, что касается Телеграма, то в значительной степени, несмотря на то, что Дуров декларирует, что он вообще вне политики, что там полная свобода, это не совсем так. Там он все-таки в значительной степени, ну, он бизнесмен, он же не про свободу слова, он про бизнес. И поскольку, в общем, в России достаточно серьезно, то есть интересы Дурова в России очень серьезные, потому что все-таки 36 миллионов пользователей Телеграма находятся в России, кстати, 12 миллионов в Украине, а в Европе намного меньше. Поэтому, и в Америке тоже намного меньше. Поэтому он идет на какое-то соглашение с ФСБ, с российской властью, и по заказу, так сказать, убирает в том числе и вот такие вот антипутинские каналы. Это происходит. Это вот можно прямо вот поименно сказать, там, очень Осечкин жаловался, так сказать, на то, что каждый раз вот он создает какой-то канал, там, ГУЛАГу нет. А его удаляют полностью, там, со всеми подписчиками, со всем содержимым. И целый ряд вот таких вот историй. То есть, на самом деле, политика каналов, она в значительной степени определяет содержимое. То есть, это вот такая история. Так вот, вернусь к мысли. И вот на сегодняшний момент вот эти Z-телеграм-каналы, которые действительно, они на стороне войны, они там ультрапатриоты, они фашисты все через одного. Но они имеют зацепление с реальностью. Почему? Потому что телевизор, он финансируется и зависит, ну, по сути дела, от одного человека, от Путина. То есть, у них главный зритель Путин. А у Z-телеграм-каналов, вот этих профашистских, у них есть реальный зритель, который финансирует, от настроения и отношения этого зрителя зависит финансовое положение, так сказать, авторов этих телеканалов. И поэтому они, в общем-то, находятся в зацеплении с реальностью. Они несут какую-то окопную правду. То есть, ну, не всю эту окопную правду, но какую-то окопную правду они должны нести, потому что иначе их просто никто не будет слушать, читать и, так сказать, смотреть. И поэтому они очень часто приходят в противоречие с тем, что говорит телевизор. И вот эта война Z-телеграм-каналов с телевизором, она все чаще и чаще выходит и на экраны, и, так сказать, на... То есть, она происходит там, происходит постоянно, выливается, в том числе и вот в этих разборках. Это такой своеобразный жаба-гадюкин. Еще одно серьезное направление вот этой пропаганды, это продолжающаяся зачистка, там уж, казалось, до блеска все зачистено. Но, тем не менее, удары по там оппозиции, какой-то сохраняющейся по иммигрантской оппозиции и так далее, это все еще одно содержание. Ну и последнее, что я хотел бы здесь отметить, это, так сказать, поддержка идеи Путина о том, что ему нужна другая Россия. Его совершенно не устраивает Россия, которая есть сейчас, абсолютно не устраивает. Ему не повезло со страной, ему не повезло с населением, потому что его не устраивает вот это расслабленное население, которое совершенно не хочет воевать, население, которое совершенно не хочет идти на фронт, которое, да, оно не протестует, оно, так сказать, вообще не представляет никакой угрозы, но воевать не хочет. Знаете, как знаменитое высказывание Шарикова «На учет встану, а воевать не пойду». Вот примерно такое же шариковское население, оно совершенно не устраивает Путина. Путину нужна мобилизационная Россия, Россия, ну вот скажем так, Путин хотел бы, чтобы у него сейчас была Россия сталинская, причем не та сталинская реально, а та сталинская, которая существует в их воображении, которая вся страна как единый кулак, так сказать, готова, так сказать, идти, умирать и так далее. Вот, то есть, вот это, да, причем, вот конструкция этой страны воображаемой, которая в голове у Путина есть, и которая пытается воплотить в жизнь российский телевизор, это все мужчины должны хотеть идти воевать, они должны, а все женщины должны рожать, то есть женщины должны превратиться в родильные аппараты, этому очень много времени уделяется, демография, мы вымираем, поэтому все женщины должны рожать немедленно, причем они должны отказаться от всего остального, вот рожать, 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 а мужчины воевать, воевать, воевать. Вот примерно такая вот конструкция, это основные направления, много еще других, но это основное. Это связано и с разборками по поводу голой вечеринки, потому что, ну какая голая вечеринка, там женщинам надо рожать, а мужчинам надо воевать, то есть их надо вот таким образом привлечь. Это связано и с состоянием эстрады, это связано и с состоянием, так сказать, вот этого, так сказать, гламурного общества, которое должно быть искоренено. Вот, то есть все на фронт, вот, а женщины рожать, ну примерно такой нарратив. Это, пожалуй, вот три основных направления современного российского телевизора. Спасибо большое. Мы идем дальше и немного поговорим о кино. Ну, может, не о топ-3 самых лучших фильмах, да, но я думаю, вы забывались, вы понимаете, о чем я буду сейчас сообщать зрителям. Международный кинофестиваль в Торонто решил не отменять показ фильма «Русские на войне» Анастасии Трофимовой, несмотря на протесты и призывы не демонстрировать ленту, которая обеляет российских захватчиков, воюющих в Украине. Цитата. «Международный кинофестиваль в Торонто признает и уважает высказанные беспокойства и дискуссии относительно канадского документального фильма «Русские на войне». Премьера фильма в Северной Америке состоится позже, на этой неделе, как это и было запланировано». Игорь Александрович, сначала венецианский фестиваль, сейчас фестиваль в Торонто. Деньги на это выделялись в том числе и налогоплательщиков канадских. Очень странная история этого фильма. И даже здесь в цитате указывается, что это канадский документальный фильм. Даже вот так его презентуют, что это не работа бывшей сотрудницы Russia Today Трофимовой, а это некий канадский документальный фильм, который снят на территории оккупированной Украины, в соседних окопах с русскими солдатами, военными преступлениями. Почему так происходит? Почему Канада, которая на уровне государственной машины за Украину, на уровне большой украинской диаспоры, представленной за Украину, почему так произошло? В моей жизни было 10 лет, когда с 1998 по 2008, когда я работал генеральным секретарем Союза журналистов России. И все эти 10 лет, ну там много чем я занимался, но одно из моих занятий, постоянных, не самых главных, но таких заметных, это была попытка убедить международное сообщество, в частности, Международную федерацию журналистов, самые разные западные правозащитные фонды, значит, борцов за права, западных борцов за права человека. Я постоянно пытался убедить их, что вот там все эти Соловьевы, Киселевы, Маргарита Симоньян и так далее, они не журналисты. У них вот условный рефлекс, как у собаки Павлова, при предъявлении какой-то журналистской корочки, они тут же встают по стойке смирно, поднимают лапкой кверху, говорят, о нет, свобода слова, священно, первая поправка в Конституции тут же возникает в голове, все, ни в коем случае, руки прочь, это свобода слова. Я пытался объяснить, это не свобода слова, это совсем другая профессия. Эти люди совершенно другими вещами занимаются. Это террористы, это убийцы на самом деле, на их руках кровь, это совсем другие люди, их надо просто запрещать, их надо судить, не, нельзя никак, не, я говорю, ну как, в Руанде, там, смотрите, вот Юлию Штрейхер повесили, там, и так далее. Вот это вот радио тысячи холмов в Руанде, ну, это же то же самое. Нет, 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 это свобода слова. Здесь то же самое произошло. Понимаете, значит, фильм, фильм это, безусловно, пропагандистский, он довольно профессионально сделан, слушайте, профессионализм, это не антитеза подлости, не антитеза фашизма. Значит, венецианский фестиваль, который был основан в основном Бенитом Муссолини в 32-м году. В 38-м году на венецианском фестивале главную премию, премию Бенитом Муссолини получил фильм «Олимпия», значит, «Рифенштайт», который пропагандировал Третий Рейх. Это был уже 38-й год, уже в разгаре был Холокост, уже все было понятно с этим Третьим Рейхом. Но вот венецианский фестиваль вручил главную премию этому пропагандистскому фильму. А в 41-м году там еще один пропагандистский фильм, уже откровенно нацистский, немецкий, получил премию. То есть, на самом деле, это в традициях того же самого венецианского фестиваля. Что касается Канады, ну, действительно, удивительное дело. Но эти люди не понимают, что происходит. Не понимают, что выпуск этого фильма... Ну, о чем фильм? Фильм, который призывает, так сказать, ну, что называется, о бедном фашисте замолвивать и слово. Ну, они такие обычные ребята. Причем, благодаря, так сказать, небесталанности режиссера, там, как бы, аккуратненько убрано. То есть, показываются якобы типичные российские оккупанты, среди которых вдруг почему-то не оказалось ни одного человека, который пришел воевать за деньги. Ну, вот получил 2 миллиона рублей, пришел воевать. Почему-то ни одного не оказалось зэка, который совершил убийство, изнасилование, грабеж, оказался помилован для того, чтобы прийти убивать украинцев. Этого ничего не было. То есть, это какие-то отдельные, отдельно подобранные, довольно симпатичные люди, которые вызывают сочувствие, жалость и желание вообще защитить. Ну, это вроде того, как на дожде прозвучала фраза «Наши мальчики, им надо слать теплые носочки, потому что они могут простудиться». То есть, это фильм, который на самом деле не отражает действительность, а искажает ее. Потому что так подобраны персонажи. Да, там, так сказать, вот ужасы войны, тяготы и так далее, все это есть. Но я не знаю, так сказать, на самом ли деле, та часть, где находилась эта дама, режиссер, она отказалась вот такая вот, лишенная тех упырей, которые творят, черт знает что в Буче, это тех упырей, которые совершили убийство, изнасилование, потом были помилованы Путиным. Ну, все может быть. Но она же должна знать, что на самом деле происходит. И, конечно, ангажированность. Конечно, все рассказы, что вот она там постречала в метро какого-то парня, потом с ним договорились, поехала на фронт и в составе воинской части там все это время снималась. Ну, слушайте, ну, вот, понимаете, то вранье, открытое вранье, публичное вранье, то, что человек с камерой может семь месяцев находиться в составе российской воинской части без согласования со спецслужбами, без согласования с Министерством обороны России, ну, эти сказки, ну, понимаете, ну, даже неприлично, что этим сказкам верят, в общем-то, люди в жюри, в фестивали и так далее. Вот, и то, что вы этим сказкам поверили в Канаде, это удивительное дело. Это совершенно очевидно, человек выполняет задания. Человек выполняет задания. И, конечно, невероятная, чудовищная наивность организации организаторов и того, и другого фестиваля, она просто, она очень сильно огорчает. То есть, на самом деле, это, ну, я бы сказал так, организаторы и венецианского фестиваля, и канадского фестиваля, это полезные идиоты. Вот, в таком, в ленинском смысле этого слова. Полезные идиоты. То есть, они, на самом деле, просто дали трибуну откровенно пропагандистскому фильму. Уважаемые зрители, еще раз вам напомню, что в описании под этим видео есть ссылка на YouTube-канал Игоря Яковенко и Telegram-канал. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь прямо сейчас. Ну, а здесь, уходя, нажмите лайк, ну, если не подписаны, тоже, пожалуйста, подпишитесь. Игорь Александрович, спасибо вам огромное, как всегда, интересный, свежательный разговор. Благодарю вас. Спасибо, что пригласили. Берегите себя. Всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо.